Мы продолжаем осваивать инструментарий jQuery для манипуляции контентом. В этом уроке разберем с вами методы обрамления. Обрамление элементов и их содержимого. Начнем мы с вами с метода rub, который принимает в качестве параметра HTML конструкцию. Данный метод завернет все отобранные элементы, то есть те, к которым он применен, в переданную ему конструкцию. Следующий метод аналогичен, за исключением того, что в качестве параметра принимает какой-либо DOM элемент. И отобранные объекты завернет уже в него. Теперь рассмотрим две реализации метода rep.all, опять же принимающие HTML конструкцию, и DOM элемент. Данный метод завернет все сразу отобранные элементы как единое целое. Если предыдущий метод заворачивал каждый отобранный элемент по отдельности, то этот завернет их все сразу. Опять же, либо в переданную ему HTML конструкцию, либо в переданный ему DOM элемент. И затем рассмотрим две реализации метода rep.in, который, как вы уже догадались, заворачивает не сами отобранные элементы, а их содержимое в HTML конструкцию или в DOM элемент. Давайте-ка взглянем на код и посмотрим, как это все работает. Открываем документик wrapping start. Здесь ничего не изменилось, кроме того, что я добавил еще один стиль, который задает свойства DOM элемента background color на такой светло-желтый цвет. Сейчас вы поймете зачем. Опять же, свернем вот этот наш блок со стилями и займемся, наконец, делом. Давайте для начала сделаем что-нибудь элементарное. Например, свернем все наши параграфы в такую простенькую HTML конструкцию. Пускай каждый из наших параграфов будет завернут в блок div с вот этим вот самым классом S4. Сохраняем, идем в браузер, смотрим, что у нас получилось. Вот, то есть каждый из параграфов завернулся в вот этот самый блок div. Чтобы как-то более документально вам это подтвердить, сейчас я вызову DOM инспектор и все это покажу уже здесь. То есть теперь из дочерних элементов тега body мы не видим ни одного параграфа, но зато видим три новых блока div, внутри которых лежат уже наши параграфы. Ну что ж, вернемся в Dreamweaver и что-нибудь сделаем еще. Например, теперь завернем внутреннее содержимое каждого из параграфов в DOM элемент. Вызываем метод document.create.element. Это метод JavaScript. И теперь, так, все отлично, да, сохраняем документик, идем снова в браузер, обновляем. Вот, как бы внешне ничего опять же не изменилось, но теперь снова вызовем DOM инспектор. Видим на первом уровне от тега body, да, наши три параграфа, однако внутри каждого из них теперь есть блок div, а уже внутри него лежит наш с вами текст, параграф номер 0, 1 и так далее. Закрываем DOM инспектор и идем опять в Dreamweaver. Вот, теперь давайте-ка применим еще метод wrapAll, так как мы озвучивали его в теоретической части, однако практически еще не затронули. Так, что будем делать? Давайте завернем все наши параграфы в еще один параграф, которому зададим атрибут ID как common, то есть общий, и класс зададим на S4, опять же, чтобы цветом отобразить произошедшие изменения. Идем снова в браузер, обновляем страничку, увидим, что получилось. Как бы уже все понятно, но тем не менее, опять вызываем DOM инспектор и наблюдаем произошедшую картину. Теперь из дочерних элементов блока body есть один всего параграф с ID common и класс S4, ну а внутри него уже лежат наши первоначальные параграфы. Закрываем DOM инспектор. На этом, я думаю, данный урок мы с вами завершим. Увидимся в следующем. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...